12 парушальников только за первое снежное. Столько автомобилистов оштрафовали инспекторы ДАИ за выкористание летних шин. Специалисты означают, что это не шмат. Профилактичная работа дала свой плён. Затым, как и шли проверки на дорогах у первый день зимы, назирали наши корреспонденты. Зимовая гума с первого снежного по первого соковика – обвязковое потребование для автомобилистов. Тому альбо меняешь шины, альбо ставишь авто на прикол до весны. Особливая увага инспектору к громадскому транспорту. Проверка документов и шин. Какие шины? На чём ездим? Булые шины. Маркировочка какая? На зимовых шинах повинна быть маркировка у выгляде горной вершины с тремя пиками. Со снежинкой у середины, те со специальными знаками. Зимние шины обеспечивают большую безопасность. На этих шинах автомобиль лучше держит дорогу, меньше риск заноса, ну и также значительно меньше тормозной путь. Были сирот автомобилистов и те, кто только первых из снежни поехал на шиномонтаж. Сегодня время просто было и всё. Великих черков на шиномонтажу не было, а ли и расслабиться, кажут, мастры, не макали. Много машин на шиномонтажей у вас? Нет, мало. Мало? Ну сколько уже? Машин пять. Да и штраф, кажут, водители платить не хочется. Если на автомобиле установлены шины с летним рисунком протектора, водителю грозит штраф в размере полбазовой величины. Если на автомобиле установлены зимние шины, но остаточная высота протектора менее 4 мм, штраф составит одну базовую величину. Но из-за этого нарушение предусмотрена повторность в течение года. А там, если вы еще не изменили шины на своем автомобиле, поспешайтеся. И справа тут не у штрафа, а у властной бесспецы. Наталья Ильинич, Денис Бутылин. Новинрегион.